Почему в советских электричках изменили форму кабины с округлой на плоскую? О том, что есть такая наука, как аэродинамика, советские инженеры и конструкторы, конечно же, были в курсе. И поэтому не мудрено, что знаменитая советская электричка, которая выпускалась на Рижском вагоностроительном заводе, имела так называемую круглую кабину головного вагона. И такая округлая форма была выбрана не исходя из чьих-то предпочтений о красоте, а просто потому, что у скругленной морды коэффициент лобового сопротивления воздуху ниже, чем у какого-нибудь кирпича. Однако шли годы, и многим на тот момент казалась эта округлая форма головной части устаревшей. И уже с 1974 года на всё том же Рижском вагоностроительном заводе изменили форму кабины этого электропоезда на более угловатую. Эта аэродинамически невыверенная форма была утверждена и запущена в производство. А всё потому, что некоторые советские партийные функционеры посчитали, что скорость электричок и городного сообщения мала, и что аэродинамика там вообще никакой роли не играет. Выпускались эти электропоезда с сомнительной аэродинамикой до 1984 года, а на смену им пришли модели ничуть не лучше. Однако в конечном итоге благоразумие в головах эффективных менеджеров всё же возобладало. Лица, принимающие на тот момент решение, прислушались к мнению учёных, а также проанализировали западный опыт строительства электропоездов.